До того, как произойдёт большой взрыв в комментариях, я советую зайти и подписаться на канал Фреда, на котором вы найдёте множество уютных и ламповых прохождений знаменитых игр, обзоры и другие эксперименты. Да ничего, в первой части я их так раскидывал, что им мало не показалось, и не поняли, кто здесь батька. Не теряй время и подпишись уже сейчас. Уже довольно давно хейт в франшизе Call of Duty стал расти в геометрической прогрессии, и он продолжает это делать. В чём же причина такого роста хейта? На самом деле вопрос риторический, ибо любой человек, умеющий размышлять и который видел данную ситуацию хотя бы в русском комьюнити, понимает, что это мода. Не удивляйтесь, все эти мнения, относящиеся в сторону код, были навязаны другими личностями. В СНГ очень любят сравнивать две игровые серии в лице Battlefield и Call of Duty. Точнее нет, не сравнивать. А плевать говно о Call of Duty воспаляли Battlefield. Два этих франчайзе являются одними из самых популярных в FPS сфере. Логично, если игра популярна, то её комьюнити будет в большей степени состоять из... Дураков, у которых нет собственного мнения. Соответственно, хейтеров будет дофига. Тупому комьюнити нужна красивая картинка, но не нужно внимания к деталям и к лору. Сейчас я вам расскажу, чем субъективно колда лучше батлы. Да ну нахер, такого быть не может. Ага, может. Давайте начнём с банального, с чем согласятся, наверное, все. Сингл. Давно известный факт, что одиночную кампанию серии Battlefield делают для галочки. Ну, чтобы была. С каждой новой частью она становится всё хуже и примитивнее. Например, в последней части про Первую мировую... Я... Я это даже компанией назвать не могу. Так, тренировка перед мультиплеером на мультиплеерных картах. С диалогами, заставками, музыкой и... Голубем. Да. Вам действительно это нравится? А вот в Call of Duty наоборот. Синглплееру уделяется всегда больше всего времени, внимания и бюджета. И только самый конченный скажет, что одиночку у батлы лучше, чем у колды. Баланс. В почти любом споре, в котором участвует фанат батлы, всегда можно услышать аргументы, видя большие карты, разрушаемость, техника и всё в таком духе. Но они не понимают, что это всё очень негативно влияет на баланс игры. Смысл которого заключается в равенстве всех игроков в бою. А тут... Гляди его, там снайпер за 2 километра убил. Или ой, куски здания придавили. Здешний дисбаланс ставит крест на киберспортивную составляющую в этой игре. Динамика. Опять же, большие карты, которые способны генерировать геймплей по типу этого. А потом вас убивает снайпер. В колде же напротив. Очень редко бывает случай, когда ты не можешь найти противника на карте за 10 секунд. А ещё после смерти ты почти сразу же можешь вернуться в бой, из-за чего сетевые матчи в колде всегда находятся в постоянной динамике. И ты от этого не скучаешь. Недкод. Следует ли тут вообще о чём-то подробнее говорить? Эту проблему в Battlefield даже ярые фанаты не обходят стороной. Хотя некоторые из них утверждают, что в последнее время никаких проблем нет. Как бы не так. А у Call of Duty с этим особых казусов нет. Попадания иногда хоть и не точно, но регистрируются при выстреле в противника. Зомби. Почему-то именно об этом значительном куске игры в серии Call of Duty все обычно умалчивают. А зря, ведь за ту же сумму мы помимо одиночной кампании сетевой игры получаем ещё и третью, отличительную часть игры в виде кооперативного зомби-режима. Который является визитной карточкой франшизы. Пока в BF у нас есть только мультиплеерный режим. А, извините, ещё ведь подобие сингла есть. Окей, полтора режима. Уговорили. Кратко о зомби-режиме. В каждой новой игре он тематически разный, но основная его суть заключается в поисках пасхалок вместе с друзьями отстреливая толпы зомби. И вместе с каждым новым DLC выходит новая большая карта для этого режима. Контент. Только слепой не увидит любовь в Electronic Arts торопить дать с выпуском игры, из-за чего на старте в ней присутствует малое количество играбельного контента. Но это ещё не всё. EA также любит кромсать батл на множество дополнений, многие из которых, по сути, должны быть в основной игре. Поэтому без премиума в батле делать вообще нечего. Стоит ли напоминать, сколько он стоит? А вот у колоды с этим всё в порядке. Имеющихся карт и режимов хватает и следующие игры. А если хочется больше, то можно купить Season Pass. Благо он дешевле, чем премиум у Battlefield. Баги. Снова проблема, рождённая из-за нехватки времени в разработке. Баги есть в любой игре и появляются не по разным причинам. Только их количество в играх разнится. Ведь интересно, что эта самая хвалённая физика в батле на самом деле и является основной причиной присутствия такого большого количества багов. Их настолько много и не настолько разные, что от них нехотя хочется смеяться. Я лично люблю Battlefield за её баги, не мешающие игровому процессу. Добавим это в одну из характеристик этой игры. За баговая веселуха без баланса и нет-кода. Только в этой игре, которую будут фиксить не меньше года. Класс! А, кстати, Battlefield 4 уже играбельной стала? Надеюсь. Для чего вообще беты и батлы проводятся? Чтобы убрать один баг и оставить 10 других? Продажи. Тут уж точно никто не будет спорить. Факт есть факт в том, что продажа у Call of Duty всегда выше. Даже в 2016 году, где люто захейтили предыдущую часть, она всё равно смогла продаться лучше. Ведь все мы знаем, чем лучше игра продаётся, тем качественнее она является. Ну, это все знают. Извините, я не смог не устоять перед тем, что вы потрали батлдрочеров. Это всё. Такс, ребят, мне пора валить, а то я уже чувствую запах горящих задниц батлфилдеров. Чувак, не сек, не тушитель, скорее! Не, ну если быть серьёзным, ребят, вам самим не надоело? Это ж полный абсурд. Эти игры совершенно разные. Их лишь объединяет то, что они шутеры. Знаете, жанр, где стреляешь из оружия по мишеням. Полный маразм, когда я слышу о том, что кто-то из них что-то украл друг друга. С этого я вообще ору. Эти серии являются конвейерными, поэтому многие претензии можно предъявить к ним обоим. Хотя, стоит ли считать конвейерность чем-то плохим? Ладно, не буду больше затягивать. Итог. Играйте в то, что вам больше нравится, и не лезьте на другие игры со своим необоснованным субъективным мнением, выдавая его как единственное правильное. На этом всё. С вами был Алан. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok